Здравствуйте дорогие друзья! В этом видеоролике мы разберем самую доступную в плане цены и актуальную модель iPad 2019 года. Просто iPad. iPad 7 поколения. Бюджетный iPad. Как его еще только не называют. Так что будет интересно, устраивайтесь поудобнее. Дополним видео опытом использования, потому что в свой мини-отпуск я отправился только с ним, фирменной клавиатуры и Apple Pencil. По эргономике, дизайну и цветам ничего не изменилось. Из мелочей в новом iPad кнопки регулировки громкости сделали ближе друг к дружке. Корпус стал длиннее на 1 см и на полсантиметра шире и чуточку тяжелее предыдущего поколения. Но это не ощутимо. На пластиковую вставку можете не обращать внимания. Со вставкой это версия с модулем LTE, где можно вставить физическую сим карту. Из позитивного 3,5 мм аудио джек оставили, а на iPad в целом это нужная вещь. Как по мне нужнее чем на смартфоне. Особенно если iPad для вас будет заменять компьютер. Из негативного Lightning давно пора заменить на USB-C. Ну и констатация факта. Динамика 2, но это все равно моно, а не стерео, потому что звук направлен в одну сторону. Кстати в новом iPad их чуточку разнесли. Дактилоскопический датчик остался без изменений. Он шустрый и точный. Все также выполнен в виде механической кнопки, а не сенсора как в iPhone 7 или 8 к примеру. На корпусе наконец-таки появились три заветные точки коннектора. Фирменные клавиатуры, смарт-кейборд и это то чего не хватало. Потому что приходилось перебиваться либо сторонними аксессуарами, а по крайней мере в моей синекой стране их выбор не очень-то и разнообразен, да и цены я не сказал бы что лояльные или покупать просто отдельно какую-то компактную Bluetooth клавиатуру, что в моем случае вообще не вариант. Эпловая смарт-кейборд штука дорогая и мне есть о чем рассказать. Дорогая это сколько? В США без НД 160 мертвых франклинов и около 200 долларов если покупать в российском Apple Online Store. Материал смарт-кейборд такой же как версии для iPad Pro. К нему в плане износостойкости я относился скептически, но как видите за год использования все в порядке и даже края не распушились. А именно этого я и ждал. Три вещи в смарт-кейборд которые меня расстроили и по сути они вытекают одна из другой. Первое. За такие деньги она не прикрывает заднюю часть планшета. Получается как в смарт-кавер. Все фиксируется на магнитах и легко отстегивается, но в смарт-кейборд для iPad Pro все тоже легко снимается и при этом книжка полностью закрывает весь планшет. Второе. Не очень эстетический горбик с клавиатурой имеет вес и при открытии крышки когда вы не используете клавиатуру она примагничивается к тыльной части iPad, но удерживается там далеко не идеально и не устойчиво. Видите как ходит? А вот в iPad Pro все идеально. Ну и третье. Складывать ребус еще нужно научиться. Я даже прибегнул к помощи инструкции на упаковке. Чтобы все получилось надо сделать так. А чтобы вернуть все обратно делаем так. Словно оригами складываете. У нее есть удобный режим набора. Правда нет второго варианта наклона дисплея, но зато имеется другой, даже более полезный режим наклона. Сама по себе клавиатура по тактильным ощущениям и удобству набора очень даже приятная. С другой стороны, мне кажется что стоило ее сделать точно такой же как у iPad Pro и в таком случае в ней было бы куда меньше компромиссов и больше удобства. А по сравнению с этой у нее недостаток только один. Нет такого варианта раскладывания. Ну и к сожалению у подсветки клавиш нет. А это вот прям иногда очень нужно. Да, сам планшет будет разряжаться быстрее, но по крайней мере в конкретной ситуации я бы мог ее активировать и пользоваться планшетом без какого-либо дискомфорта. Поддержка стилуса первого поколения никуда не делал. Он крутой, но не без недостатка. Матовый Apple Pencil второго поколения лучше держится в руке. Да и зарядка у него в разы лучше и сам карандаш всегда знает свое место. Заряжать первое поколение забавно. В комплекте кстати есть специальный переходник для подключения к кабелю зарядки. Матрица стала больше на пол дюйма, рамки на несколько миллиметров тоньше. Чтобы сохранить плотность пикселей на дюйм было увеличено разрешение дисплея. Показатели 264 ppi и яркость в 500 нит как и в предыдущих поколениях iPad это адекватные величины для комфортного восприятия картинки. Кстати информация на дисплее по высоте помещается немножко больше. Дисплей не ламинированный. Это означает что матрица и защитное стекло не склеены и между ними имеется воздушная прослойка. Как и раньше во всей бюджетной линейке iPad если вы разобьете дисплей но при этом матрица останется целой вы сможете просто поменять лицевую панель и это будет стоить совершенно недорого. Разумеется относительно ламинированных решений. В более дорогих iPad ламинированной матрицы проклеена. За счет этого нет воздушной прослойки и сам дисплейный модуль тоньше. Но вот в случае чего менять придется все и это влетит в большую копейку. Недостаток 1. Матрица не находится на кончиках пальцев, а слегка утоплена внутрь. Не критично, но кто юзал iPad Pro разницу заметит. Ну и жаль что трутон не завезли. Эта фича мне как-то даже ощутимо лучше заходит нежели боготворимый многими промоушен. Многие интересуются по поводу того стоит ли наклеивать защитные стекла либо пленки на поверхность дисплея iPad. Я могу сказать так, я им пропользовался около месяца, может быть чуть меньше месяца и в выключенном состоянии уже нашел три или четыре, ну такие достаточно большие микроцарапины. Так что смотрите сами и это при условии, что сама поверхность матрицы постоянно прикрывается защитным аксессуаром Smart Keyboard. Так что скорее да, чем нет. А вообще о том, что происходит через год использования планшета даже с защитными аксессуарами я расскажу в опыте использования iPad Pro. Больше всего новый iPad меня разочаровал отсутствием нового чипа. Не в смысле впихнуть сюда Apple A13 Bionic. Понятное дело, что это уже не входит в концепцию бюджетного устройства. Но хотя бы Apple A10X как у 10.5 дюймовой прошки 2017 года было бы здорово. И начал я с любимой мной пак. По умолчанию игрушка предложила высокие настройки графики из частоты кадров с отключенным сглаживанием и автоматическими настройками снижения графики в случае просадки фпс. В таком варианте максимальный фреймрейт может быть 30 кадров, но в сложных сценах снижается до 25 и игра становится слишком задумчивой. А вот сбалансированные настройки с ультравысокой частотой кадров это максимально возможные 40 фпс дали отличные показатели производительности. Ниже 36 фпс игрушка не опускалась, хотя графика в таком случае звезд неба не хватает. Shadowgun Legends как достаточно требовательный проект вообще не предлагает никаких настроек графики, кроме фреймрейта. Автоматическая подстройка 30 или 60 кадров. В среднем частота кадров колеблется от 25 до 29 кадров и иногда проседает до 20. Играть не комфортно. Но не забываем о том, что мы играем на зарядке, чтобы считывались показатели и фиксировались программой GameBench. Если снять со шнурка игрушка идет чуточку плавнее, хотя в целом это не спасает. Call of Duty Mobile идет отлично в сетевой игре на средних настройках, с высокой частотой кадров и включенными тенями. Фишка вроде глубина резкости, размытия, ракдолл анимация и сглаживания были выключены. В таком случае ниже 55 кадров фреймрейт не опускался. В королевской битве с аналогичными настройками в особо жарких сценариях или при подзагрузке насыщенных локаций уже случаются просадки до 45 кадров. В принципе не критично, но и приятным это назвать нельзя. Ну и очень требовательная гонка GRID Auto Sport с автоподстройкой параметров графики под наилучшую производительность идет, но фреймрейт гуляет пилой от 60 до 40-45 кадров. Играть в целом можно, но ни качество графики консольного уровня не идеальной плавности вы не получите. В целом по играм, iPad тянет даже самые требовательные игрушки с настройками графики ниже среднего. Устройство находится далеко от класса игровых, но несмотря на это может запустить любой проект и это будет даже играбельно, пусть и с невпечатляющей графикой. Скажу даже больше. Планшет отлично переваривает 4К 25 кадров видео с моего старичка GH4. Многие последние видео для инстаграм я создавал именно на iPad 2019 года в LumaFusion, заодно изучил еще одну монтажку. Ноутбука все равно у меня нет. Никакого дискомфорта при монтаже нет, правда заряд аккумулятора расходуется побыстрее. Нагревается планшет в районе процессора ощутимо, но и экспорт файлов процентов на 30 медленнее чем в том же iPad Pro 2018 года. А так в целом задача справляется. А вот автономность не разочаровала. Без игр, но в смешанном режиме использования, то есть не только просмотра фильма, но и например видеомонтаж, который достаточно сильно задействует мощности процессора, планшет отрабатывает около 8 часов. Это разумеется с подключенной Smart Keyboard и при этом я на ней работаю. Ну и конечно же тест просмотра видео на YouTube по Wi-Fi с комфортной яркостью около 60 процентов, то есть выше среднего и громкостью также около 60 процентов. Результат можете увидеть на экране. А сколько продержался iPad Pro 2018 года сможете узнать в следующем видео связанном с годичным опытом использования самого профессионального планшета Apple. Чуть больше 11 часов воспроизведения видео это реально отличный показатель автономности к которому стоит стремиться и другим производителям планшетов. А вообще есть ли жизнь среди планшетов, но без iPad? Обязательно пишите об этом в комментариях. Камеры остались прежними. Основной для фотографирования документов хватает более чем и она не выпирает. А вот это вот качество записи видео на фронтальную камеру iPad 2019 года. Признаться стыд какой-то. Можно было бы и проапгрейдить этот момент, а то на момент 2019 года люди с того конца порода могут подумать, что звонишь с какого-то утюга, а все-таки скорости интернет-соединения уже позволяют транслировать более качественную картинку. Вы так не считаете? Объемы накопителей не изменились. 32 и 128 гигабайт. И первый вариант брать не рекомендую. 64 в базе не помешали бы, но их нет. Так что придется доплачивать и брать со 128 гигабайтным накопителем, чтобы потом не мучиться с нехваткой места. Новый бюджетный iPad 2019 года однозначно стал лучше. Но это не то устройство, на которое стоит переходить с iPad 2018 или даже iPad 2017 года. Это все линейка бюджетных iPad, которая вот растет, растет, растет с каждым годом. Но это будет отличное первое устройство в рамках сегмента планшетов от Apple, которое стоит приобрести. И оно будет выполнять 80% задач от того, что может тот же iPad Pro, который стоит в 2 или 3 раза дороже. Ну и соответственно компромиссных решений в нем будет однозначно меньше и технологий будет больше. Что вы думаете по этому поводу, обязательно пишите в комментариях к этому видео. Там же мне можете поправить или дополнить. Будет интересно почитать. На этом все. С вами был Вадим Ищенко в цвете на канале ProTech. До скорых встреч. Не болейте. Берегите себя, своих родных и близких. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok